Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. И сегодня я хотела бы поговорить на тему, как избавиться от стресса, как на него повлиять с помощью биохакинга. Возможно ли это? Потому что действительно каждый из нас испытывает стресс. И порой мы боимся, и я как врач боюсь у своего пациента больше не какого-то острого стресса, а именно хронического стресса, который практически истощает наши надпочечники. И гормон стресса превалирует над многими другими процессами. Поэтому давайте сегодня разберёмся. Действительно в нашей жизни очень сложно жить без стресса. Стресс нас поджидает практически везде и в любых наших начинаниях проявлений. Что же с этим делать? Безусловно, человек, который долгое время живёт в состоянии стресса, он начинает хуже себя чувствовать. Говорим о продуктивности и энергии. Безусловно, и продуктивность, и энергия падает. Вообще, такое пропадает как бы желание куда-то двигаться, пропадает желание развиваться. То есть стресс в целом очень негативно влияет в целом на организм. И мы с вами даже знаем, и многие из вас слышали такое понятие, что стресс провоцирует практически все заболевания в нашем организме. И это действительно так. Мы это отрицать не будем. И, конечно, факторов стресса бывает огромное-огромное количество. Но вот давайте разберём такие факторы, на которые обычно вы не обращаете абсолютно никакого внимания. То есть действительно есть люди, которые испытывают стресс при голодании. То есть они понимают, что им надо худеть, они начинают худеть, и при голодании постоянно испытывают стресс. То же самое, что и при переедании. Когда человек понимает, что он вроде бы и так полный, но пытаясь там заесть этот стресс, он ещё больше провоцирует выработку гормонов стресса. Соответственно, наоборот, отсутствие физических нагрузок влияет на стресс. И наоборот, очень сильные физические нагрузки влияют на стресс. Факторы воспаления очень влияют. Это обязательно стоит помнить на конкретно сон. То есть если человек только начинает спать меньше, вставать в разное время суток, не высыпаться, страдать проблемами с тем, что он просыпается посреди ночи, это, безусловно, фактор хронического стресса. Хронический стресс может протекать в течение очень-очень долгого времени. И, соответственно, беспокоить вас. Даже вы про это иногда и не думаете. Просто вы себя плохо чувствуете. Просто у вас есть апатия. Вместо того, чтобы записаться там вечером на какие-то походить курсы, что-то прослушать, вы приходите домой, там отдыхаете на диване, лежите, смотрите телевизор, что-то едите. Там может быть какие-то алкоголи, там курение, да, у вас из вредных привычек. Соответственно, вот вам пример. Например, нерегулярное питание, также стресс для организма, стресс очень серьезный. Инсулинорезистентность, огромный стресс. Соответственно, наши надпочечники обычно бывают в двух состояниях, да, то есть гормон, который вырабатывается, это кортизол. И многие из вас, я думаю, кто сдавал гормоны, часто видят, что в утренние часы, когда нужно сдать гормоны, да, кровь натощак, это обычно там с 8 до 9 до 10, и обычно превалирует кортизол. И часто пациент спрашивает, ну вот у меня очень высокий кортизол, что мне с этим делать? Кортизол это как раз гормон стресса. Утром очень повышен, а если он у вас, и вы постоянно находитесь в стрессе, то у вас этот гормон будет, безусловно, повышен. И поэтому многие исследования подтвердили, что существуют такие два состояния кортизола, когда либо он зашкаливает, да, либо он достаточно снижен, что тоже говорит о том, что уже организм как бы вот вжился в это состояние стресса, и надпочечники работают абсолютно неверно, то есть нужно уже корректировать это состояние. Опять же, говорим про биохакинг. Как вообще биохакинг влияет на стресс? Биохакинг это системный подход к организму в целом, да, то есть мы влияем на большое количество механизмов происходящих, процессов происходящих в организме, то есть это и метаболизм, и дефицитные состояния, и, соответственно, различные воспалительные заболевания, хронические и так далее. Поэтому, соответственно, наша цель комплексно подойти к проблеме и избавить человека от стресса. И да, повлиять на это могут не только психотерапевты, но с помощью процессов биохакинга мы можем на это повлиять. Как? Во-первых, отрегулировать сон. Друзья мои, вы спать должны не менее 8 часов в день. Это очень важно. И ложиться примерно в одно и то же время. Это очень яркий симптом. И как только пациенты начинают соблюдать, кажется, такую очень простую рекомендацию, но регулярно ее соблюдают, мы видим действительно, что результаты становятся намного лучше, и самочувствие человека становится намного лучше. Дальше обязательно должна быть физическая нагрузка в любом проявлении, но физическая нагрузка должна быть. Как только человек начинает заниматься спортом, да, не надо там очень сильным, очень много заниматься физическими упражнениями, особенно если вы только начали, но тем не менее организм начинает себя лучше чувствовать. Дальше хобби. Любое, но должно быть. Работать с кишечником. Если в кишечнике какие-то проблемы, беспокоят ли запоры по носу, метеоризм и вздутие. Дальше обязательно к вашему рациону добавить витамины группы В, которые и цинк, если... Цинк и магний, которые необходимы для того, чтобы избавлять ваш организм. Дальше это уменьшить количество употребляемых углеводов. И вот такие, кажется, вроде бы простые процессы уже влияют очень хорошо без там психологов, психотерапевтов, психиатров на стрессовое состояние в вашем организме. Обязательно мы здесь используем это концентрация внимания, концентрация с помощью в том числе медитаций, которые также очень благоприятно влияют на ваше психическое состояние и избавляют вас от стресса. Друзья мои, если вас эта проблема беспокоит, я жду вас у себя на консультации. Действительно, во время моей личной консультации мы с вами разберёмся в тех процессах, в тех проблемах, которые вас беспокоят, выявим проблемы, и как, главное, вы получите чёткий пошаговый план, как вы можете от них избавиться и на них повлиять. Поэтому я вас всех жду, крайне рекомендую. Ссылочка будет под этим видео.